Добрый день! Сегодня у нас пятница, 20 сентября, и мы, как обычно, по пятницам с Игорем Туфельдом обсуждаем наши текущие американские и не только американские события. И сегодня мы хотим сначала поговорить о решении Конгресса, о предоставлении более серьезной охраны кандидатам президенты и вице-президенты от обеих, как они говорят, от обеих важных партий. Остальные партии для них не важны, но республиканцы, демократы для них важны. Что мы имеем сказать по этому поводу? Ну, собственно говоря, сейчас как раз закончилось выступление директора Secret Service Роу, и он объяснил, что для того, чтобы обеспечить охрану всем кандидатам президента и вице-президента на таком же уровне, как действующему президенту и действующему вице-президенту, необходимы дополнительные средства. Ну, собственно говоря, это и так было ясно и без его выступления. Но он также указал на то, что Secret Service занимается не только охраной президента, но также и занимается охраной определенных объектов, которые связаны с правительственной деятельностью. Например, агенты Secret Service будут работать на очередной сессии Организации Объединенных Наций, охраняют некоторые спортивные мероприятия, особо важные. Ну, видимо, речь идет о супербоуле там или о каких-то международных соревнованиях, которые должны проходить на территории Соединенных Штатов Америки, как, например, чемпионат мира по футболу через два года. Ну, в общем, в целом ничего конкретного не было сказано. Ему даже задали такой вопрос в отношении наказания. Он, кстати, сказал о том, что несколько сотрудников понесут наказание за просчеты, связанные с покушением на Трампа 13 июля. И когда его спросили конкретно, в чем будут заключаться эти наказания, сколько человек наказано, он сказал, что он не может вдаваться в эти детали. И на данном этапе, по крайней мере, он ничего конкретного сказать не может, связанного с этим. Но на самом деле я не знаю, сколько времени нужно потратить агентам Secret Service для того, чтобы действительно перестроить всю свою концепцию по охране кандидатов в президенты. Но на самом деле здесь, я думаю, он немножко слукавил, потому что нужно дополнительные средства только для охраны двух человек. Это, ну, скорее даже трех. Уалтса тоже надо считать. Хотя он в основном присутствует вместе с Камалой Харрис, так же, как и даже на телевизионных интервью, куда его, собственно говоря, даже и не приглашали. Но, тем не менее, Камала Харрис и так охраняется в соответствии с регламентом, потому что она действующий вице-президент. И от того, что она стала кандидатом в президенты, ее статус в этом направлении абсолютно не меняется. А в том, что касается Трампа, ну, здесь есть много дополнительных вещей, потому что средства массовой информации уже и после первого, и после второго, кстати говоря, с еще большей яростью, набросились на самого Трампа. И обвиняют его в том, что он сам виноват в том, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Это вообще, по-моему, просто не то, что недопустимо, это просто и низость, и тупость одновременно в одном флаконе, как говорили. Ну, тут надо, я хочу сказать по этому поводу, что даже приятно удивил Крис Куома, бывший ведущий СНН, который, в общем, у которого всегда было мало положительных слов для Трампа. Он официально там на том канале, где он сейчас работает, выступил с таким довольно эмоциональным заявлением, которое началось с того, что он позвонил Трампу, выразил свою поддержку и возмутился тем, как вообще все эти медиа его набят. Вот, что это приводит вот к таким вещам. А майорка, которого ты упомянул, не назвав по имени, но, видимо, не надо его по имени называть, секретарь этого DHS Homeland Security, он тут ходит довольно серьезное обвинение, которое вчера высказал главный, как это, оппортунист, не оппортунист, а оппозиционер внутри республиканской партии Мат Гэтс из Флориды, который заявил, что вроде бы ходит, существует пять групп, ассасин, ну, этих убийц, которые пытаются уничтожить Трампа, и в секрет-сервис вроде бы как бы об этом знает, но майорка сидит на этой информации и ничего не делает. Вот, поэтому майоркусу много, майоркусу много препятствий, и с каждой его попыткой оправдаться их становится все больше, в том числе, что, как ты правильно сказал, что бюджет нужен для, только для троих дополнительный, причем не новый бюджет, а дополнительный, просто увеличить охрану. И вот история с Маралага, с этим гольккорсом, где Трамп играл в воскресенье, подтверждает это, потому что, если бы любой президент приехал туда, или вице-президент, то по всему периметру была бы проверка, а там никакой особенной проверки не было. Поэтому случайно кто-то заметил, ну, то есть были люди, которые заметили, на периметра, причем в такой близости к президенту вообще не было. Поэтому майоркус, он, конечно, большой мастер, но, к сожалению, он, как и все остальные в этой администрации, с порученным ему делом не справляется. Или справляется, но просто ему поручили не то, чем он должен, на самом деле, по списку обязанностей, скажем так. Но, к сожалению, это будет продолжаться, будем смотреть. Майоркус лучше не станет, секрет-сервис, может быть, начнет работать лучше. Я надеюсь, что у Трампа еще есть сейчас и своя охрана, помимо секрет-сервиса, потому что, как мы видим, уже два раза, что к ним, на них надежды мало, вот. Но будем смотреть, будем надеяться, во-первых, что с Трампом все будет нормально, а во-вторых, что все-таки какие-то изменения в лучшую сторону, что на секрет-сервисы все-таки будут тоже. Ну, судя по сегодняшней пресс-конференции, там все это закончится не только увольнениями, я, по крайней мере, он так намекнул, он ничего конкретного не сказал, но мы, собственно говоря, об этом уже говорили. Он никогда ничего конкретного не говорит. Вот. Но теперь давай поговорим про этих 12-14 республиканцев, которые не подписали, не проголосовали за эту резолюцию, которые включили сейф-акт, то есть акт, обеспечивающий... Проверку документов. Проверка документов при голосовании. Да, и исключение из регистрационных списков людей, не имеющих американского гражданства. Родной, кстати, нашему МИКСу Оклахоме с 2021 года из списков убрали, они там проводят регулярно чистки, это 500 тысяч человек. Для такого маленького штата, как Оклахома, это огромное количество. В Техасе убрали миллион, поэтому это все потенциальные были... А в Аризоне убрали 100 тысяч, 98 тысяч. Ну, это только в одном, в самом главном аккаунте, где Феникс, в Мариупа каунте. Но 98 тысяч – это немало. Причем там все эти процессы, которые, как нам всегда, продолжают говорить СМИ, особенно эти ABC там продавливало, что ничего не было доказано по поводу нарушений, по поводу всего, и в Джорджии, в Аризоне же продолжаются проверки. И там то, что они находят, от этого, конечно, волосы дыбом стоят. Но не у нас, потому что мы-то как бы люди, прошедшие закалку, советскую закалку, мы ко всем этим вещам привыкли. А у обычных американцев, да, которые никогда не думали, что их просто могут так взять и надуть вот так вот, просто такими массовыми нарушениями. Поэтому то, что раскапывают сейчас в Джорджии, в Аризоне, оно выглядит очень печально. Вот. Но из Пенсионвании приходит нам хорошее новое. Да, подожди, давай вернемся к этим 12 все-таки людям, которые проголосовали против, 14. Это 12 против, и 2 выдержались. Да, ну, здесь я могу сказать, что некоторые республиканцы, например, конгрессмена Аэнди Биггс, сказал, что он не видит никакой связи между бюджетом федерального правительства и законом о голосовании. Хотя на самом деле, мне кажется, что это очень слабое объяснение того, почему он проголосовал против. На самом деле нужно делать все возможное для того, чтобы обеспечить честность выборов и исключение людей, которые в соответствии с американской конституцией и с американскими законами не имеют права принимать участие в федеральных выборах. А когда речь идет о федеральных выборах и о бюджете для федерального правительства, то мне кажется, что здесь нет никакого противоречия. Миша. Ну, тут вопрос в том, что как бы этот акт политический, он не совсем экономический. То есть оправдание тому, что сказал NDBX, найти можно, но, с одной стороны, понять, почему он это сделал, все-таки нельзя, потому что вся эта стратегия была построена на том, чтобы включить как раз вот этот вот акт в то, что называется Continued Resolution, в бюджеты, в переговоры по бюджету. Даже иначе, если его не примут, потом будет, как обычно, этот шатдаун, правительство остановит работу и будет длительный процесс. Вопрос в том, что возможно, например, NDBX, который в Ризоне, в том округе, в котором он живет, возможно, там много народу, которые пострадают из-за этого, из-за того, что будет шатдаун. То есть они не то, что пострадают, им потом, конечно, все деньги вернут, но если людей отправляют отдыхать, они, конечно, нерчат. И во время предвыборной кампании, возможно, NDBX посчитал, что это не сыграет ему на руку. Но тут трудно сказать, почему NDBX, например, хотя, как мы знаем, что он такой был, всегда такой активный сторонник Трампа, активный сторонник, довольно такой консервативный республиканец, то есть это не Мит Ромни, не покойный Джон Маккейн, не Киссингер, не Лиз Ченни, а вполне находится... Не Дик Ченни. Да, не Дик Ченни, да, а не Пол Райан. А республиканец с человеческим лицом, и почему он вдруг выступил против, не очень понятно, с одной стороны. С другой стороны, конечно, ну, это два разных закона, но подавить их отдельно было, ну, то есть чрезвычайно тяжело, учитывая то, что в Сенате у республиканцев меньшинство, вот, в данный момент. И тут, ну, понятно было, что это как бы вот этот вот билл будет dead on arrival, но тут было бы важно не то, что как бы за него никто не будет голосовать, а важно то, кто будет голосовать против. Поэтому тут против, к сожалению, оказалось 12 республиканцев. Но надо сказать, что три демократа проголосовали за, видимо, они представляют те округа, где так пищат на пищат примерно распределение, поэтому они посчитали, что это будет им плюс, с одной стороны. С другой стороны, они, может быть, уже знали, сколько там, кто голосует, и проголосовали, чтобы просто показать, что вот они такие герои и так далее, когда это уже никому, когда это уже было неважно, когда было уже понятно, что они, что уже все закончилось. Ну, на самом деле, Миша, я думаю, что здесь, может быть, есть еще и другие такие подковерные схватки. На самом деле, ну, если просто посмотреть на всю ситуацию, которая сейчас происходит, до выборов осталось меньше... Меньше семи недель, да. Да, меньше семи недель, то есть полтора месяца, чуть больше, 47, по-моему, дней, или 46. В этой ситуации, если бы Майклу Джонсону пришлось объявить закрыть федеральное правительство до выборов, естественно, что все средства массовой информации сразу бы обрушились, гневно обрушились с обвинениями в адрес республиканцев. И опять же, как в отношении закона о границе, который на самом деле имел отношение к границе опосредованно, на которой республиканцы проголосовали против, Камала Харрис всегда говорит о том, что это сделал Трамп, что, мол, он позвонил своим там друганам, Фолкс, и завалил эту программу, завалил этот закон. А здесь бы, вне всякого сомнения, это было бы использовано против республиканцев. Потому что непосредственно за полтора месяца до выборов закрывать правительство в связи с тем, что они, демократы, не хотят включить туда закон о голосовании, то есть совершенно справедливый, не то, что там какие-то действительно меры драконовые и так далее. А сейчас все получается наоборот. Сейчас как бы республиканцы, Майк Джонсон предложил, об этом знают. Вот, республиканцы проголосовали против, значит, не будет никакого закрытия федерального правительства. Таким образом, демократы не могут обвинить республиканцев. А вот республиканцы как раз могут предъявить претензии демократам, обвинив их в том, что они не хотят узаконить законные правила и конституцию. То есть они идут против американской конституции. И с этой точки зрения это тоже можно объяснить. Как ты считаешь? Нет, ну, можно, но, понимаешь, эти 12, которые проголосовали против, они портят всю малину. Вот в этом, то есть обвинить можно, они скажут, а у вас, вы сами там, не знаете, у вас вон 5% вашего конгренса, вашей фракции проголосовало против. Поэтому вопрос только вот в этом. Понимаешь, если мы эти хотя бы... Во-первых, ты совершенно правильно объяснил Энди Биггса. С другой стороны, может быть, у них тоже такие же, такое же мнение, которое я сейчас высказал сам. Может быть, они тоже считают, что в данной ситуации, непосредственно перед выборами, это не стоит делать. И таким образом они дали понять Майку Джонсону, а может быть, просто они все договорились на эту тему, потому что вне всякого сомнения, если бы они проголосовали за, если бы правительство было бы закрыто, то все шишки бы упали бы на республиканскую партию. И более того, обвинили бы Трампа в том, что он был инициатором этого. А сейчас это абсолютно не нужно. Нет, ну они, конечно, знают, есть же такая должность у нас в Конгрессе, ну, не должность, как это называется, позиция, я даже не знаю, человек, который занимается, называется ВИП, это хлыст, вот, который занимается ровно тем, что считает, подсчитывает, кто будет голосовать. Перед тем, как вопрос выносится на голосование, он ходит по своей фракции, по своей, ну, по паре, среди конгрессменов, которые принадлежат к его партии, считает, буквально считает по голосам, кто голосует за, кто голосует против. Ну, я думаю, это гораздо проще, конечно, не то, что он каждого, всех из там 220 человек опрашивает, но, видимо, те, кто против, они сразу говорят, и они, когда выносят вопрос на голосование, они, в принципе, в большинстве случаев уже знают результат. И обычно, когда выносят на голосование результаты, если они знают, что будет провально, значит, по какой-то причине им все равно это было выгодно. Поэтому вопрос только в причине, и возможно, что... Тут еще есть вторая причина, потому что, если бы даже они сейчас приняли этот закон, вот представь себе, они его приняли, вот, они все равно до ноября ничего бы не сделали, вот, потому что закон бы приняли, что там, начиная с 1 января, там, 2026 года и так далее, потому что где-то сейчас, кто там сейчас пойдет и чего там будет изменять, исправлять, никто ничего не будет. Вот, поэтому это разговор о будущем, но, то есть, это было бы только, как они сделали стейтмент такой, но, возможно, возможно, действительно, что они обозначили намерения, показали, что практически вся демократическая партия голосует против, сказали, ну, извините, не получилось, но теперь, как это называется, токенпоинтс, то есть, о чем говорить, у них уже есть. Так что, ну, что можем делать? Значит, мы не знаем, мы можем только предполагать, мы можем только надеяться на то, что это все-таки республиканская партия перестает быть, когда-нибудь все-таки перестанет быть юни-партией вместе с демократами, а будет, найдет себе мужество и будет делать хоть что-то, что идет в разрез с тем, что хотят демократы. Ну, здесь, Миша, я хочу тебе напомнить, так же, как и нашим уважаемым зрителям, читателям, и почитателям, как демократы и средства массовой информации сумели вывернуть наизнанку отмены Верховным судом закона Руби-Вейт. Это было за полгода, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, в мае была утечка, они отменили где-то в июле, а в мае была эта утечка, за которую никого так и не посадили. Да, но дело не в утечке, а дело в самом законе. он тоже был за несколько месяцев до выборов, и, естественно, что левые СМИ раздули это, как вообще вот то, что они до сих пор продолжают делать. Сейчас это уже не имеет такого эффекта, хотя тоже продолжает одурманивать, особенно, молодых девушек и женщин. но на самом деле тогда это произвело гораздо больше эффекта. Я думаю, что этим можно объяснить результаты выборов 22-го года. Как ты считаешь? Ну, частично, частично, потому что, ну, да, понимаешь, когда у тебя под контролем все, там, медиа основная и идет просто беспрерывный поток этой пропаганды, конечно, она начинает действовать на людей. Просто, к счастью, сейчас у нас ландшафт поменялся, у нас, по крайней мере, Twitter перестал быть рупором демократической партии, Facebook себя ведет чуть приличнее в этом году, чем, допустим, в 22-м году или в 20-м. Но все равно плохо, но приличнее. И плюс еще есть этот Трус Сошел, который вполне читаемый, вполне как бы консервативен и вполне развивается. Ну, скажем так, если бы Маск не купил бы Twitter, то Трус Сошел наверное был бы номер один вот такой вот для консерваторов. Но сейчас, поскольку этим X-ом стало возможно пользоваться, то Трус Сошел конечно так сильно не растет. Но тем не менее, тоже довольно достойная платформа, которая тем более сейчас, по-моему, скопировалась с Rumble для стриминга, для видеостриминга и продолжает развиваться. Поэтому, по крайней мере, этого всего у нас не было до прошлых выборов. Поэтому ну, это безусловно это плюс, но тем не менее, вот этот вот информационный повод, о котором я только что говорил, связанный с возможным закрытием федерального правительства, я думаю, тоже имел определенное значение. Ну, тут еще, кстати, надо добавить еще одну вещь, потому что у нас же дебатов президентских больше не будет, но у нас, собственно, их и не было, потому что если смотреть дебаты Трампа с Байденом, то это дебаты кандидатов президента с кандидатом президента с бывшим кандидатом президента, а Трампа с Харрис это дебаты кандидатов президента с ABC News, вот, и с человеком, за которого никто не проголосовал. Хотя Нэнси Пелоси тут попыталась сказать, что у них были типа open primary, когда Байден отказался, но, говорит, у Камалы Харрис был такой мощный head start, то есть она там как бы сразу всех пошла опережать, что эти open primaries закончили сразу ее победу. Ну, то есть пытаются оправдаться, они понимают, что это, конечно, очень слабая позиция у них, что невыбранный кандидат идет в президенты, тот, за кого никто не голосовал, вот, поэтому они там пытаются как-то оправдоваться. На фоне всего остального это самое меньшее зло, которое может быть. Ну, это не меньшее зло, это как раз признак, один из очередных признаков диктатуры, когда ставят не голый кандидат, за которого хотя бы как-то формально какое-то голосование, вообще без голосования, понимаешь, ставят того, кого там один назначил, сказал, там, Обама сказал или там Байден сказал, и все, значит, все, голосуем теперь за нее. Или Клинтон. Поэтому, или, да, ну, кто-то там из них сказал, они, кстати, позже всех вам сказали, вот, но, потому что, ну, Клинтоны, они, по-моему... Клинтоны сразу сказали, это Обама был последним. А, Обама, да, окей. Я там просто, ну, все равно они все в тот же день все позвонили, конечно, сказали. Обама через два дня позвонил. Я официально заявил, а Клинтон, Байден первым, а Клинтон и вторым. Ну, посмотрим. Все равно, это как бы, нет, но это тоже, как это, поинт для этих негативных, негативной рекламы и так далее. Там же сейчас еще какой-то скандал, развивается. Я еще не прочитал никаких подробностей, но Трамп на своем True Social написал, что вроде бы нашли какие-то следы того, что Иран хакнул президентскую компанию Трампа и слил эту информацию Камале. Я об этом вчера говорил в своем выпуске. Хорошо, хорошо. Во-первых, это не какая-то информация, это ФБР официально сделало заявление. Это раз. Во-вторых, вчера во время интервью Трампа Карлу Хигби на канале Newsmax он очень много говорил на эту тему и считал, что Камала Харрис вообще после этого должна снять свою кандидатуру. Ну, этого, конечно, не последует. Но Камала Харрис и без этого хватает всего остального, потому что на самом деле эта информация поступала еще в компанию Байдена. Это было еще до того, как Камала Харрис стала официальным кандидатом от Демократической партии. Но здесь, что удивительно, вот несмотря на все это влияние и давление на средства массовой информации, которые располагает Демократическая партия, все равно появляются негативные отзывы, так же, как рейтинг, допустим, Дэвида Муэра, который был одним из модераторов, упал. Он, кстати говоря, на эту тему даже прошелся, как-то его там вызвали вчера, по-моему, или позавчера, в утреннюю программу Келли и Марк, и он там сказал, что это все, на это не обращать надо внимания, это все пустой шум. Никто на это не обращает внимания. На самом деле, это не совсем так, когда вдруг сразу после его модерирования, его рейтинг, его программы снижается на 15%, это говорит о многом. То же самое, кстати говоря, как... Там, кстати, в цифрах даже это звучит еще хуже, чем в процентах, потому что у него с... там, с 7 миллионов до... меньше, чем до 6 миллионов упало количество зрителей. Это в канале, который, грубо говоря, могут смотреть по всей Америке, и не только те, у кого кабельное телевидение. Вот. и миллион зрителей, которые ушли, это говорит о многом. Ну, и, кстати, то, что песня, навеянная трамповским этим файт-файт-файт, сейчас в хит-параде на Apple, в Apple Store, взняла первое место с большим отрывом от всего остального по продажам, в смысле. Это тоже говорит о многом. А тут, кстати, надо добавить, раз мы уже начали говорить про Камалу, про ее виртуальном интервью, что ли, я не знаю, как это назвать, с Опрой. Ну, это не виртуальная, почему? Это была встреча, обнимались, они... Они бы обнимались, а все остальные были виртуальные. Но это как, они, видимо, пошли по пути российского президента Путина, который тоже часто любит устраивать там вот эти вот ежегодные встречи с гражданами Российской Федерации. Ну, кто-то присутствует в зале, а там виртуально задают вопросы. И, кстати говоря, вот эти виртуальные вопросы, в общем, достаточно, по-моему, боком вышли к Амале Харрис. Ну, я об этом расскажу чуть позже, но я хотел еще упомянуть, помимо Дэвида Муэра, о котором мы сейчас говорили, а еще и о Тейлор Свифт, у которой тоже странный рейтинг стал падать. В общем, вроде бы казалась такая вообще звезда, не падающая звезда. И вдруг, вдруг тоже от нее стали отказываться. Ну, я не знаю, это может быть не очень правильное сравнение, но на самом деле где-то в середине 60-х годов был похожий случай, когда Леннон заявил о том, что Битлз стали популярнее Иисуса Христа. И после этого их многие фанаты просто возненавидели, там, публично били их пластинки, рвали обложки, и вообще, в общем, это было, конечно... Ну, чтобы публично бить пластинки, братья Божьевич, надо сначала их купить. Ну, нет, те, которые уже были, Олег, да. Нет, ну, это, да, это скандальное заявление. Кстати, сейчас этот Келли по этому поводу, из-за того, что Телор Свиф стал падать рейтинг, этот ее бойфренд, этот футболист, этот Келли, он сейчас что-то засовывает, по-моему, во все рекламы, тоже, в какой-то, чего-то он там рекламирует, какие-то чипсы, или еще чего-то. Вчера вдруг по телевизору увидел, несколько раз показывает. Вот, поэтому, как бы, пытаются поднять обратно. Но, тут, кстати, Телор Свиф кто-то пошутил, что, говорит, к ее, этому индосменту, к ее желанию голосовать за Камалу Кариус надо относиться довольно с некоторым, с некоторой осторожностью, потому, что 90% ее песен это о том, что она выбрала не того. Поэтому, так что, ну, теперь расскажи про Камалу Харрис и про Упру. Да, там было много всяких интересных вещей. Во-первых, ну, там она обнималась с людьми, которые присутствовали в зале. и да, надо, кстати, сказать, что это все проходило в Мичигане и было рассчитано именно на то, что таким образом она сможет как-то повлиять на Мичиган. Об этом, кстати, потом тоже поговорим немножко в отношении рейтинга последнего. но в отношении оружия у нее там был довольно такой смешной казус, когда она сказала, что да нет, я вообще не собираюсь ни у кого отбирать оружие, это все неправда, и вообще, если бы ко мне в дом вломились бы грабители, я бы не задумываясь выстрелом, выстрелил бы в них, потому что у меня есть пистолет, а потом как-то подумал и сказал, наверное, мне не надо было этого говорить. Подумала, это ты уж скажешь, вот, но а ты как думаешь, Миша, надо было ей это говорить или нет? Ну, она, ей вообще мало чего надо говорить, вот, она, ну, не важно, короче, ну, не надо было, конечно, с одной стороны, с другой стороны, это мог быть такой рекламный ход, знаешь, что теперь все будут это цитировать, и будут говорить, что вот, типа, она на самом деле не против этого, но с другой стороны, как только она заявляет о том, что она готова там выстроить, она теряет тут же наиболее, как это, наиболее либеральную часть своего электората, вот, поэтому тут как-то начинается такое лавирование сложное, поэтому, в котором непонятно, никакого лавирования здесь нету, Миша, потому что консерваторы прекрасно понимают, что это все пустые звуки, и вообще, дело не только в оружии, оружие это одна из причин, но в основном, те, кто пытается сохранить право на ношение оружия, они ни при каком раскладе голосовать за Харрис не будут, а вот те, как раз, кто против этого, после этого могут за нее не голосовать. Вот я говорю, что наиболее либеральная часть она может потерять, наиболее либеральную часть своей аудитории. Так что я бы реализовал это заявление как заявление в пользу Трампа. Да, ну, по крайней мере, не в пользу Харрис, точно. А второе, что ничем не потеряло, да, второе было еще более, более круче, когда семейная пара, которая сидела там перед компьютером, сказала, а что вы собираетесь делать по поводу повышения уровня жизни, который за последние четыре года резко упал. И тут вообще она начала что-то там говорить вообще не по делу, то есть она даже уже не стала говорить о том, что она родилась в семье среднего класса, как она обычно говорила на все эти вопросы отвечала, а просто что-то там вообще не по теме, просто вот. Микрофон в ухе перегорел. Ну, наверное, да, серьга. Масад, 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 Масад. Хорошо, что еще не взорвалась тоже. Да, да. А что у нас, кстати, ты про Израиль говорил, какая-то была сегодня хорошая Роскошка, Масаду, ну, да. После того, как Хизбалла выпустила по территории Израиля 144, по-моему, баллистические ракеты, в результате которого два человека погибло и шесть человек было ранено, Израиль ответил мощным ударом по Бейруте, по кварталу, в котором скрывались террористы, и в результате этого удара был убит один из лидеров Хизбаллы. Пока неизвестно, кто конкретно, но точно, к сожалению, точно не шейх Насрала, который уже заявил о том, что Аллах поможет отомстить израильтянам за коварный, но это то же самое, как Аллах также помогает Ирану, Аллах также помогает нанести ответный удар. Вот, а пока взрываются пейджеры, взрываются передатчики, воки-токи, я не удивлюсь, если начнут взрываться микроволновки, телевизоры и вообще прочие электронные Да, ты видел, кстати, ходило где-то видео, где они там пытались нажать кнопку домофона и там отбегали, нажимали, тут же отбегали на расстояние там двух метров, вот, но это, конечно, такое, то есть, было бы смешно, если бы не было все так грустно, поскольку война уже в Израиле тоже приближается к годовщине, через две с половиной недели будет ровно год, с момента этого ужасного теракта, но будем надеяться, что, по крайней мере, Метаниагу сможет довести дело до конца, несмотря на вот эти вот толпы, которые там требуют сделки с КамАЗом и освобождения заложников, конечно, освободить заложников это благороднейшая идея, но сделка с террористами это как раз неправильно, и это, кстати, всегда было до Обамы, это всегда было даже в доктрине, по-моему, американские президенты всегда заявляли, что никаких сделок с террористами, ну, конечно, это все поломал еще Клинтон, когда встречался с Арафатом, но, как бы, когда они там сделали, ну, и до него было, но, тем не менее, вот так, прямо с такими террористами, которые захватывали заложников, здесь делок напрямую не совершал. Джимми Картер, как известно, отличился в деле, ну, в кавычках, с иранскими, с иранским этим скандалом, когда, как только Рейган, кстати, как только все проголосовали, как только Рейгана выбрали президентом, сразу это дело закончилось, еще, по-моему, до того, как он стал президентом, правильно? Вот это вот иранские, они сколько там были, тоже там 300-450 дней, по-моему, они были заложниками. Да, больше года, и, кстати говоря, это вот, собственно говоря, многие люди, которые критикуют Трампа за то, что он говорит, что вот, если я выиграю выборы, то еще до того, как я стану официально президентом, я смогу уладить конфликты. Ну, вот, и забывают о том, что действительно такие вещи возможны, потому что все зависит от конкретного человека, который побеждает на выборах, который становится президентом, и не обязательно ему еще проходить инаугурацию, все лидеры мировой общественности и политики понимают, что с этим человеком лучше вести другую политику, чем с его гораздо более слабым предшественником. Это очевидно. А в отношении того, что происходит в Израиле, я вкратце скажу, что вот во вчерашнем своем инфовыпуске я подробно говорил о том, что израильским спецслужбам удалось раскрыть заговор против премьер-министра Натаньягу, министра обороны Галанта и еще нескольких ведущих политиков Израиля, который был организован Ираном. Там более подробно о том, кто принимал в этом участие, поэтому, если кто не видел вчерашний мой инфовыпуск, могут посмотреть его сегодня. Как ты уже говорил, про иранский след компании Байдена и Харрисова. Да, да. Я тоже об этом говорил. Ну, а сейчас в заключении нашей сегодняшней программы я хотел бы сказать о последних опросах, которые происходят прежде всего в семи штатах, потому что уже, по-моему, мало кто сомневается в том, что именно от этих семи штатов и будет зависеть судьба президента. и так в Аризоне Трамп лидирует на 1%, в Джорджии на 3%, в Мичигане Камала Харрис лидирует на 2%, это возможно после вот вчерашнего митинга, который там проходил с участием Офры. В Неваде ничья 48-48, в Северной Каролине на 1% лидирует Камала Харрис, в Пенсильвании на 1% Трамп, Висконсин тоже на 1% у Трампа больше. Но, кроме всего прочего, например, в Джорджии среди людей, которые еще не определились, якобы не определились, уже проводился опрос, и там показатели более оптимистичные в отношении Дональда Трампа, 47% за Трампа, 44% за Хилл Камалу Харрис. И также довольно такой интересный опрос проводился, который не проводил конкретного голосования, а просто задавал два вопроса. Вы считаете, что тот или иной кандидат, то есть Камала Харрис или Дональд Трамп могут быть президентом? В поддержку Трампа высказал 46%, поддержку Камалы Харрис 44%. А вот когда спросили независимых, то там уже разрыв оказался гораздо больше, 44% поддержку Трампа и 35% поддержку Камалы Харрис. Возможно это связано с их решением после того, как Роберт Кеннеди примкнул к Республиканской партии. А вот если на вопрос недостоин быть президентом, 53% ответили, что Трамп недостоин, а 60% ответили, что недостойна Камала Харрис. То есть как-то не совсем понятно с точки зрения математики, 53 плюс 60 это 113, но видимо разные группы были. В любом случае это последние разные вопросы, это разные вопросы. Один вопрос недостоин Трамп отвечает, 53% тех, кто спроси и ответили, а те, кто недостойна Камала, они может за Байдена хотели голосовать. Да, возможно. Возможно. Так что здесь ситуация такая. Но это причем, кстати, надо сказать, что первые вот эти опросы, которые ты говорил, такие более-менее такие либеральные опросы, сдвинутые слегка всегда обычно в пользу демократов, потому что, например, данные по Северной Каролине в принципе, то есть реальные данные по Северной Каролине гораздо больше в пользу Трампа, чем то, что показывает этот опрос. Вот. Ну, реальные искусственные По крайней мере, этот опрос показали на консервативном канале Newsmax, так что я поэтому решил его. Ну, то есть, по крайней мере, он хоть имеет какое-то отношение, то есть, это не опросы, которые устраивают, знаешь, потому что даже вот эти вот смешные вопросы, вопросы, которые устраивает Fox News, они просто уже вообще не имеют никакого отношения к реальности. Хотя как бы Fox News как бы считает из себя, строит из себя консервативного пытаются до сих пор, но как бы опросы у них, конечно, слабые. Вот. Но посмотрим, надо посмотреть, кстати, будет зайти опять на этот 538.com, на RealClearPalities, где подводят, как это, суммируют вопросы, зайти на любимый сайт Гэри Гиндлера, где вот эти ставки как бы принимаются, и посмотреть, что произошло вот за 10 дней после окончания дебатов, посмотреть, как там тенденция. Ну, про дебаты уже все, конечно, забыли, но тем не менее. И еще довольно интересная новость, это то, что сегодня президент Байден впервые, прошу обратить внимание, за 11 месяцев собрал в свой кабинет министров для совещания. Непонятно, на какую тему он хотел это обсуждать, и где он был 11 месяцев до этого. Это 25-ю поправку, там же говорят, что они, когда рейтинг Амала начнет опять падать, он уже начинает, и чтобы буст ее этот самый, Байден отправит в отставку, и ее назначат президентом. Я думаю, это вряд ли произойдет, я даже могу объяснить почему, потому что, если она станет президентом, она уже не может говорить о том, что вот я сделаю то-то, то-то и то-то, сразу, как я стану президентом, а вот она уже стала президентом, и ничего не делает, это как раз наоборот будет для нее еще более худшей рекламой, на фоне того, как она отвечает на вопросы, ну, здесь, по-моему, это из области фантастики. Но все, мы уже заканчиваем наш эфир, есть вишенка на торте, Миша. Давай вишенку, у меня нет. На торте такая, одна болельщица аризонской команды кардинал в американском футболе пошла на стадион для того, чтобы посмотреть игру своей любимой команды, и вот когда она проходила через контроль, женщина, которая стоялась на воротах, не пустила ее и сказала, что мы вам не можем пропустить, потому что вы надели шапку мага Трамп 2024. Ну, естественно, женщина удивилась, но контролерша была очень настойчива и сказала, нет, 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 вы не пойдете, вы должны выбросить свою шапку в мусорное ведро, тогда мы вас пропустим. Ну, любовь к команде сыграла свою роль, она выбросила шапку, зашла на стадион, а после этого обратилась в администрацию команды аризонские кардиналы и получила ответ, что женщина, которая не пропустила вас, превысила свои полномочия и у нас нет никаких ограничений, каждый человек может приходить на стадион в нормальной приличной одежде с шапками, с любыми надписями, не являющимися, там, не призывающие к разжиганию национальной розни и насилию. Так что, но, правда, не сообщили, что будет с этой женщиной, которая взяла на себя инициативу регулировать политические взгляды болельщиков команды аризонских кардиналов. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний день. Подожди, подожди, а шапку ей вернули? Ну, шапку нет, о шапке ничего не говорится вообще. Ну, вот это вот, понимаешь, вот шапку же, за шапку люди платят там 40-50 долларов, это идет же часть компании по сбору денег, эти шапочки, поэтому, понимаешь, вот человека просто взяли, отобрали важную эту меморабилию и ни с того, ни с сего. Но я думаю, команда кардиналов все-таки должна вернуть этой девушке эту шапку или скомпенсировать хотя бы футбольным мячом с подпищем всех игроков. Да, и бесплатный абонемент на год вперед. Да, да. Не, ну, это я не знаю, это бесплатный абонемент, это там 10 тысяч долларов, наверное, по нынешним временам, так что вряд ли, хотя, ну, будем надеяться, что ей как-то, по крайней мере, команда оризонских кардиналов скомпенсирует потерю шапочки. Надеется, да. Ну, в общем, на этой вот надежде, на этой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Желаем вам хороших выходных дней, заранее благодарим вас за лайки, комментарии, поддержку нашего канала и за подписку. Нажимайте колокольчик. С вами были Миша Гирштейн и я, Игорь Туфельд. До новых встреч. В эфире.